Спустя 12 часов дороги мы наконец добрались до одного из самых райских мест на нашей планете. Мы на Мальдивах в отеле Курумба. Меня зовут Антон и вы на канале Про Атель. Всем привет! Сегодня я покажу вам не просто очередной отель, а настоящую тропическую жемчужину на Мальдивах – Курумба. Приготовьтесь к эксклюзивному путешествию в мир роскоши, где ваше воображение встречает реальность. Немного о дороге. Расстояние от Москвы до Мале, столицы Мальдив, 6,5 тысяч километров. Добраться сюда проще всего прямым рейсом за 8-9 часов или с пересадками через Арабские Эмираты или Бахрейн. Далее от Мале до отеля дорога на катере занимает буквально 5 минут. И это несомненный плюс, поскольку для тех, кто путешествует с детьми, это огромная экономия времени, поскольку некоторые отели, допустим, находятся в часе лёта на гидроплане. Перед тем, как я расскажу вам про сам отель, погрузимся немного в историю. Мальдивские острова образовались 65 миллионов лет назад в результате извержения подводных вулканов. Изначально вулканы образовывали острова внушительных размеров. Их высота была более 100 метров. Но из-за эрозии, тектонического опускания и подъема уровня моря острова уходили под воду. За миллионы лет на поверхности вулканов образовался барьерный коралловый риф, который поглотил острова, подарив людям песчаные пляжи удивительной красоты. Вернёмся к нашему отелю. Всё началось в 1971 году. Итальянский турагент Джордж Корбин искал нетронутые острова, куда мог бы привезти итальянцев купаться и ловить рыбу. Он познакомился с Ахмедом Насимом, который работал в посольстве Мальдив. С ним он и посетил ряд островов. Год спустя Корбин уже привёз первых туристов в гостевые дома на Мале. А ещё через полгода, в октябре, на финансы Корбина открылся остров деревня Курумба, который был забит под завязку до конца года. Далее курорт развивался год за годом, а в 2003 году был полностью реконструирован, чтобы отвечать современным стандартам. Сегодня Курумба включает в себя 180 номеров в виллах и бунгало, резидентские люксы, семейные виллы с бассейном, улучшенные номера с пляжем и садом. Отдельно стоит отметить королевскую резиденцию, но о ней я расскажу чуть позднее. Здесь также располагается 7 ресторанов, 4 бара и спа-комплекс. Сразу за бассейном как раз-таки находится наш основной бар. Там был бар, который работает в 10 утра. Там вот напитки, в 10 утра, и вечером, в 9 вечера, коммуникационная программа. У нас как раз-таки сейчас основной ресторан. Сюда вы пойдете на обед, стройка в 12-13-30. И с правой стороны это алипанк-рестеран Кина, где у вас будут посадить авторики и сегодняшний пляж. В авторике у вас, несчет того, что у вас вилла, все гости, которые проживают в вилле определенной категории, у них есть некоторые преимущества. По прибытии в отель нас дружелюбно встретили. И как вы могли уже заметить, провели небольшую экскурсию по острову. Вообще этот отель нам запомнился крайне вежливым и тактичным персоналом. Большинство сотрудников в отеле спокойно общаются на английском. Есть также несколько русскоговорящих представителей. Мы остановились в вилле с бассейном, которое находится буквально в 30 метрах от пляжа. Пляжи Мальдивских островов – это нечто. Никакой толкучки народу, белоснежный песок, лучшее обслуживание. На нашей вилле была закрытая терраса с приватной зоной имени водопадом, просторная гостиная, спальная с большой кроватью и ванная с открытым душем. Вы можете спросить, почему этот выпуск веду я, а не Лена. Дело в том, что если вы следите за инстаграмом моей супруги, то прошлым летом у нас родилась еще одна малышка. И снимать с двумя детьми совершенно невозможно. Поэтому было принято решение, что ближайшие выпуски буду вести я. А теперь давайте заглянем в королевскую резиденцию. Это бунгало с тремя спальнями, гостиной, кухней и отдельным столовым помещением. 750-760 квадратных метров, рассчитано на 6 человек. Ну, четверо взрослых, двое детей. Вот такая вот спальня, достаточно большая, просторная. Это гостиная. Здесь также есть еще кухня небольшая. Здесь можно спокойно приготовить себе поесть, если хотите. Вот это у нас гостиная. Здесь можно спокойно пообедать всей семьей. Также тут есть такой мини-бар. Всякое разное винишко. Специально холодильник для вина. Есть также классический мини-бар. Но где он здесь находится? Не знаю. Покажу вам ванну. Здесь также есть свой бассейн и прямой доступ к пляжу. Королевская резиденция идеально подходит для больших семей или группы друзей, которые хотят насладиться роскошью или уединением. Немного о погоде на Мальдивах. Сейчас сентябрь, в принципе, уже вторая половина. Еще, на самом деле, не самый сезон. Но погода здесь жара. Бывают иногда дожди, но мы пока не застали. Хотя, по прогнозам, вроде как были дожди все. Вчера, допустим, такие прям ходили облака кучевые, дождевые. Но дождя так и не было. Поэтому, в принципе, отдыхать здесь можно и зимой, и летом, и круглый год. Но кто любит пожарче, соответственно, приезжайте зимой. Кто любит попрохладнее, наверное, вот как сейчас, у меня что-то звонит такое вот большее. Коралловый риф по всему периметру отделен волнорезом, что позволяет спокойно наслаждаться морем при любых волнах. По утрам часто на прибрежной зоне можно встретить акул или черепах. А если вы любите подводное плавание, здесь много интересных мест для ныряния, где можно увидеть разнообразный подводный мир. Для детишек здесь вот такая вот детская площадка, достаточно большая, с горками. Также теннисный корт, где-то здесь еще видел баскетбольную площадку. Но мы на море, поэтому мы будем погружаться, но не с аквалангом, а с просто с нукой. Сегодня пойдем за риф и будем это делать с местными инструкторами, дабы нас не унесло в открытый океан. Во плавале совсем немного, инструктор сослался на то, что сегодня большие волны и очень плохая видность. Риф большой, много всяких красивых рыбок, даже пару акул я увидел и заснял, как вы видели. Увы, через пару дней после того, как я записал этот сюжет, пошел дождь, но об этом я расскажу подробнее в следующем выпуске. Одним из самых запоминающихся моментов нашего отдыха стала удивительная поездка на катере. Мы отправились на экскурсию, чтобы увидеть дельфинов и насладиться потрясающим закатом прямо в открытом море. Правда, с закатом нам немного не повезло, было ветрено и пасмурно. Около получаса мы плавали в поисках дельфинов, но все-таки наткнулись на стаю, которую завлекали различными звуками и постукиваниями местные. Полеты на квадрокоптере на острове ограничены, поскольку рядом находится аэропорт Мале. Мне хоть и удалось получить разрешение на полет от администрации отеля, но некоторые гости были недовольны. Меня объявили извращенцем, который снимал их, пока не моются в душе. Час потраченного времени на разборке с охраной окружили шесть человек, потом допрашивали и заставили удалить часть материала. Я случайно там прилетел куда-куда не следует. В результате гости пожаловались. Вышли гости ко мне, начали там шок поместелить. И получилась такая неприятная ситуация на самом деле. Но вроде как все разрулили, извинились, отсмотрели весь материал, какие-то кадры там удалили. Поскольку здесь душевые внутри вилл, они открыты. В общем, наш отдых в Курумбе закончился. Сейчас мы выплываем на яхте в аэропорт Мале и двигаемся в наш следующий отель. В следующем выпуске мы вам покажем наш перелет на гидросамолете. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите, как нам вообще обзор от меня. И до новых встреч. Пока-пока.